Сейчас у меня есть время немножко себе освежить свой маникюр. У меня уже такой он бледный, вообще практически его и нет. Я сейчас просто сниму старый лак розовый, немножко почищу кутикулу, приведу в порядок. Вот этим вот карандашом обработаю кутикулу, я всегда им обрабатываю, очень удобно, она масляничная, здесь пальмовое масло, она хорошо обрабатывает каждый пальчик, каждый ноготочек. Средство у меня обычное для снятия лака. Лаков у меня немного, у меня такие бледненькие цвета, надо немножко себе, наверное, лаков обновить. Но из всех я, наверное, сейчас выберу вот этот лак. Я как-то им чаще крашусь. Вот этим крашусь чаще, но вот это тоже лак неплохой. Это одна серия, какие-то американские лаки, мне подарили их. Вот, я вот этот возьму, сейчас покрашу, вот, и освежу маленько свои руки. Все, что мне нужно для освежения маникюра, это вот такая вот пилочка, вот эта вот штучка для исправления кутикулы, для удаления, ну и соответственно и лаки. Ну вот, я освежила свой маникюр, покрасила вот этим вот лаком. Вот такие вот у меня ноготочки. Ногти у меня коротенькие, небольшие, вот. Длиншие уже не отрастают, ломаются, поэтому ношу вот такие ногти. Вот такие вот. Ну, мне нравятся. Вот, ноготочки вот такие вот. Ну и все, маникюрчик я освежила. Пойдем дальше. День продолжается. Приводим себя в порядок. И так каждое утро, дорогие мои, а куда нам деваться? Нам нужно быть красивыми, веселыми, улыбающимися и, конечно, с хорошей прической, скажем так. Главное, чтобы у вас было желание, остальное, чтобы у вас было желание. Хотите быть красивыми? Значит, занимайтесь собой. Белье стирается, посуда моется, посудомойки. Обед приготовлен. Что еще нужно? Можно только ухаживать для собой. Это такое счастье, вы не поверите. Когда у вас есть время, чтобы вы можете просто насладиться и посвятить время себе. Я сейчас обращаюсь ко всем домохозяйкам. Уделяйте время себе, находите час, два, полтора часа находите себе для того, чтобы себя привести в порядок, сделать себе какой-то моникюр, освежить себе лицо, нанести такой, знаете, дневной макияж, прибрать себе волос на голове, уложить, сходить в магазин, посмотреть, что происходит вокруг. И вы тогда придете домой и будете спокойно заниматься своими делами. У меня сейчас стиральная машина стирает белье, посудомоечная машина у меня моет посуду. Обед у меня приготовлен. Со Степой сейчас немножко позанимаюсь, и я опять свободно занимаюсь своими делами, чего и вам желаю. Я положила свои волосы, я вот видите, отращиваю. Я хочу вообще за зиму отрастить такие длинные волосы, чтобы у меня были. Здесь хочу подстригать форму, объем, чтобы был, а вот здесь я хочу отрастить. У меня обычный вот такой вот лак для волос, простой лак вообще, ничем не отличается от дорогих лаков вообще обычного. Я просто сейчас немножечко зафиксирую свою, скажем так, укладочку. Я вот так вот укладываю. Уже скоро надо пойти подстригаться, наверное, к новому году пойти подстригся. Вот, вот так вот укладываю. Ну что, в принципе, уже становлюсь красавицей, хочу сразу сказать. Так, у меня вот такая вот есть пудра. Вот такая вот. Мне ее дочь подарила. Доча моя, Татьяна моя, красноярочка моя, доченька живет, она подарила мне вот такая вот у меня пудрочка есть. Вот. И я так легкими движениями, чуть-чуть, я ее себе немножко, у меня уже спонжик, кстати, порвался. Надо мне купить. Все. И я вот чуть-чуть себе придам маленько коже такую легкую тональность, скажем, да. Ну, вот чуть-чуть, вот так вот. Много не надо, потому что никуда не иду. Вот особенно, кто будет немножко пудриться, обратите внимание, вот эти вот носогубные вот эти вот складочки, да. Вот их надо немножечко тоже немножко пропудривать. Потому что они такие у нас белесые, за счет того, что складка у нас, кожа там белая. Вот, все, немножко я себя припудрила. Вот такой вот у меня есть блеск для губ. Вот такой вот немножко там тоже. И вот так вот я раз в иголки. Все. И мы опять от утренней красавицы, которая утром сегодня заходила в ванную, мы превратились опять в такую интересную, в интересную такую дамочку. Вот. Вот такие вот мы, вот такие вот мы домохозяйшки. Вот. Так уж мы себя любим, так уж мы себя холим, лелеем. Ну, что делать? Жизнь у нас такая. Вот пока у нас вот такая вот стезя, да, находиться дома, находиться дома и приносить какой-то вклад дома. Но это все временное. Я думаю, нет постоянных домохозяек. Дальше вырываемся, движемся. Вот. Ну, пока вот мы находимся сейчас как бы на домашнем хозяйстве, вот. Мы себя вот так вот должны поддерживать. Вот. День и продолжается. Ну, вот накопилась моя посуда в течение дня. Я загрузила все это в машину. Ничего не мою руками. Насыпала порошка. Закрываю. Включаю. И начинает машина работать. Все. Посуда моя моется. Посмотрите, уже дело к вечеру, вечереет. Кто-то идет с работы, кто-то идет со школы, кто-то идет с садика. В домах уже зажигаются огни. Я сейчас тоже пойду позанимаюсь со Степой, почитаю ему сказки. Поучим с ним буквы и схожу в магазин. День мой еще продолжается. Вот мои готовые блины. Еще один блинчик допекается. Вот такие вот блины я приготовила. Можно с маслом, можно со сметаной. Кто как хочет. Блинов очень много получилось. Очень тарелка тяжелая. Ну вот, вот такая вот у меня получилась запеканка из макарон. Не знаю. Соусом бешамель. И посыпанная вся сыром. Вот такая запеканка получилась. Вот уже и темно. День закончился. Все люди по домам. Практически никого на улице уже и нету. И вот какие-то машинки едут. Народу мало. Все дома. Еще один день прошел. Ну вот, сегодня я вам показала один день из моей обычной домашней жизни. Жизни домохозяйки. Сегодня я вам чуть-чуть приоткрыла завесу. Чем я занимаюсь. Какие мои обычные дела. В основном еще занимаюсь со Степой. Мы с ним учим буквы. Читаем с ним сказки. Ходим на улицу. Вот такой вот у меня сегодня прошел день. И вы сегодня побыли вместе со мной. Посмотрели на меня. Какая я бываю с утра. И чем я занимаюсь днем. И как я могу себя порадовать, ухаживать за собой. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Мне было очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.